Они давно распространились по всему миру и кажется уже есть абсолютно везде, где есть человек, особенно если он их прикармливает. Наверное, вы догадались, что речь идет о голубях, можно к ним по-разному относиться, кто-то даже называет их летающими крысами. Действительно ли это прозвище оправдано, попытаемся сегодня узнать. Лидия Константиновна живет недалеко от памятника Цою. Как мы видим, голуби тоже. Женщина не сторонник прикормки птиц, особенно на балконах, говорит, ладно подкармливают, а хотя бы делали это правильно. Ведь в дикой природе голуби никто не будет печь хлебушек. Кормят и кашей, и хлебом, а они от этого болеют. А больные голуби, они же передают заразу детям, а родители зачастую, молодые мамаши, они же ведь не думают нисколько, а эти птички переносят заболевания очень серьезные. Голуби потенциальные переносчики нескольких десятков инфекционных заболеваний, из которых около десяти представляют опасность для человека. Это вдыхаемый воздух. Если вы обратите внимание, у нас здесь весь асфальт, он и все иностатками продуктов железноделения с голубей. То есть мы этим дышим. А теперь давайте посмотрим наверх, где они живут. А живут они на крышке и чердаках. А вот там находятся системы, которые снабжают воздухом ваши квартиры. Делайте выводы. Среди таких болезней орнитоз. Иногда он протекает, как тяжелая форма пневмонии. На днях от него умерла жительница Томска. Правда, орнитозом ее заразила кубинская чайка, которую женщина решила выходить. Кстати, подхватить инфекцию можно даже не прикасаясь к птицам. Например, каждый голубь производит примерно 12 килограммов помета в год. Все это поднимается в воздух. Биолог Александр Мацуров уничтожать пернатых не призывает. А вот бороться с их численностью, особенно в общественных местах, не так уж и сложно. Во-первых, это закрытие всех чердаков. Там к ним нельзя. То есть навести порядок на крышках чердаках. Вот они сидят, видно. То есть их надо лишить места присады, чтобы они не сидели, не отдыхали. И лишить их места, где они размножаются. Это два. Ну и лишить корма три. Так-то у меня к голубям очень даже положительное отношение, потому что у нас в народе принято было к голубям относиться, ну, как к душам умерших. То есть и вообще вот слово «голубка моя», «голубь мой сизый, ясный». Знать надо просто, где польза, а где вред. Будут ли как-то в городах бороться с численностью голубей, закрывать чердаки, запрещать людям кормить птиц? Все эти вопросы сложные и пока открытые, потому что голуби – это, наверное, как проблемы богатых людей, далеко не первостепенные. Мы должны дорасти до определенного уровня городской культуры. Но, думаю, уже сейчас каждый из нас уже может сделать какие-то выводы. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком.